Беспилотники стали важнейшим оружием войны 21 века. Ударные, разведывательные, камикадзе, независимо от типа и поставленных задач, все они имеют нечто общее, радиотехническая начинка и те или иные датчики геолокации. В начале полномасштабной войны Украина получила от союзников немало систем для борьбы с беспилотниками. Однако, если говорить о комплексах РЭП, все же чаще используется отечественная техника, которая не только не проигрывает западным аналогам, а в некоторых вопросах во многом опережает. Вопрос радиоэлектронной борьбы имеет стратегическое значение, и есть огромный момент в отношении упоминания о создании такой системы как Покрова. Средство РЭП названо Порровой в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Система РЭП Покрова должна защитить и создать на максимальной территории как прифронтовой, так и тыловой сплошное поле, которое позволит заменять координаты спутниковой навигации, так называемый спуффинг, или просто заглушить спутниковую навигацию. GPS спуффинг, то есть подделка GPS, это способ манипулирования сигналами GPS, чтобы обмануть устройство и выдать ложную информацию. Подделка GPS сигналов стала проблемой всех тех, кто использует GPS для навигации, основанных на определении местоположения. Комплексы Покрова создают помехи для навигационных систем, в том числе российской ГЛОНАСС. Спуффинг подменяет местоположение объекта, генерируя фальшивый сигнал. Украина уже сбивала российские тактические беспилотники с помощью спуффинга на коротких дистанциях, но Покрова работает в гораздо больших масштабах, это технически сложная задача. Сейчас для этого используется сеть идеально синхронизированных передатчиков управления радарами в сети ПВО. Если говорить о спуффинге шахедов, то необходимо отметить, что у шахеда базовая система навигации спутниковая, соответственно без такой системы сможет работать только примитивный автопилот, и погрешность будет составлять 5% на дальность. 5% этой дальности будет там, где он может найтись. После потери сигнала беспилотник либо падает, либо возвращается в точку запуска, либо вообще летит в неизвестном направлении, все зависит от модели устройства. Соответственно, и погрешность поражения целей будет огромна. Поэтому вопросом защищенности специалисты Федерации уделили особое внимание, и как следствие, беспилотники шахед хорошо защищены от средств радиоэлектронной борьбы. На них установлен российский навигационный блок Комета-М, цифровая антенна и решетка, позволяющая идентифицировать и исключать помехи. Шахед также оснащен резервным инерциальным навигационным блоком или АНС, который работает даже при отсутствии спутникового сигнала, но быстро начинает дрейфовать. Резервная система обеспечивает точную навигацию в течение очень малого времени, возможно одной минуты. Но этого достаточно, чтобы поразить цель, защищенную местной помехой, или пролететь через полосу помех, прежде чем удастся восстановить сигнал спутника. Такое сочетание делает шахед труднодоступным для противодействия обычным средствам радиоэлектронной борьбы. Однако при условии, что если создано сплошное поле такой системой РЭП, происходит нивелирование всех этих шахедов. Фактически защитная сеть помех. Спуфинг может быть способом обойти такие контрмеры, как устойчивые к помехам приемники. У украинских инженеров была возможность разобрать несколько шахедов и найти уязвимое место в их навигационной системе. Создать эффективную передовую защитную систему РЭП, ведь обнаружить подмену гораздо сложнее, чем глушение. В настоящее время система РЭП Покрова является передовой в мире, и она способна оказывать влияние на наведение крылатых ракет и беспилотников.